В Запорожье закрывают школу номер 3. На ее месте появится современное учебное заведение. Накануне такое решение принял городской голова во время выездного совещания в Александровском районе. Школа номер 3 одна из старейших в Запорожье. Ее основное здание было построено в 1886 году. После этого к школе пристраивали другие помещения. В 1948 году ее восстановили после пожара, произошедшего во время войны. В учебном заведении занимается более 300 детей. Оно входит в программу инклюзивного образования. Сегодня городской голова лично убедился в том, что школа находится в аварийном состоянии. Это подтвердили и предварительные результаты технического обследования здания школы. Было выявлено, что большая часть конструкции находится в аварийном состоянии. Все перекрытия на втором этаже имеют прогибы сверхнормативные. Там гнилые балки, когда при вскрытиях поражены грибком. Очень много гнилых элементов. Соответственно, вторая проблема – это кирпичные стены, которые клинчатые перемычки. Практически 90% этих клинчатых перемычек сегодня находятся в аварийном состоянии, которые могут в любое время выпасть. К слову, о плачевном состоянии школы знали уже давно. Ремонтные работы должны были начаться еще в июне этого года. Представители Департамента образования и науки городского совета получили выговор за неудовлетворительную работу. Зная ту ситуацию, которая существует, в прошлом году спокойно можно было заказать обследование и выйти на бюджетный 2017 год на выделение денег под проект. А в этом году, уже имея проект, остановить учебный процесс с учетом аварийности школы и начать, будем говорить, строительство спокойно уже, имея первый фундамент заложить. Профильный департамент после официальных результатов обследования должен подготовить график выполнения работ по восстановлению здания школы номер 3 с конкретными сроками подготовки проектной документации. С 1 сентября занятия в учебном заведении проводиться не будут. На месте нынешнего здания построят новую школу. Сегодня принято решение о том, что на австовскую сессию мы выносим решение о выделении денег на проектирование, на проект сам по себе. Второй этап – это, будем говорить, проект в полном объеме. Проект будет заключать в себя как старую часть, старое здание, так и рядом строительство нового учебного корпуса. Если взять по оценкам предварительно на сегодняшний день, стоимость данного учебного корпуса обойдется где-то от 40 до 50 миллионов гривен. И я думаю, что через пару лет у нас будет действительно достойная школа с направлением инклюзивного образования, который будет, я считаю, лучшей в Украине. До тех пор ученики и педагоги школы будут переведены в ближайшее учебное заведение.